Здравствуйте, уважаемые мои друзья, мои подписчики и все те, кто зашел впервые на мой канал. Звать меня Мила, я живу в Соединенных Штатах Америки, в штате Аризона. Сейчас уже наступили очень жаркие времена, 8 часов утра уже выше 30 градусов, поэтому приходится все дела делать, которые требуют затраты энергии ранним утром и потом в течение дня. Вот, например, если я не работаю, то я чем-то уже занимаюсь, стараюсь заниматься дома, не выхожу на улицу, а если выхожу, например, в магазин, то я, конечно, передвигаюсь на машине. И недавно я сняла, а скорее не недавно, а вчера я впервые после карантина в нашем штате съездила в большой молл, большой магазин, который называется Норстром, и сейчас я работаю над этим видео, и совершенно в ближайшее будущее, может быть, завтра я уже выложу это видео. Если вам интересно, то оставайтесь со мной. Сегодня пойдет разговор о ограблении, так называемом ограблении Альфа-банка в Москве. Я сначала не придала значения, когда смотрела новости в Ютубе, но затем, когда я увидела, что даже уже сделали передачу на Центральном телевидении, я почему-то думаю, зачем они передачу сделали, видимо, там будут свидетели и что-то, может, интересно, я зашла и забыла, как называется передача. И стала смотреть, и что, конечно, меня заинтересовало, и с чем я не согласна, и что меня шокировало во всем том, что произошло в этом Альфа-банке. Ну, во-первых, молодой человек, которого выставили героем, который остался один на один не с грабителем, а с человеком, который зашел в банк и представился, что ему не нужны деньги, и что у него есть взрывное устройство, и он взорвет этот банк, если ему не дадут встретиться с одной из известных на Ютуб-канале, и Инстаграм, известным блогером, молодая девушка. Я тоже не помню, как её звать, зачем мне это надо. Но заложник, который остался один в этом банке, который снимал его на видео, конечно, мог сослужить очень плохую шутку не только с собой, но и он поставил под риск тех людей, которые проживают в этом здании. Ведь, во-первых, никто в этой передаче, никто, совершенно столько было гостей в этой передаче с этим молодым человеком, пригласили туда его сестру родную, которую он в тот день собирался с бутылкой вина шоу, то ли на день рождения, то ли просто на встречу, на ужин. И никто не сказал, что все банки, во-первых, они застрахованы. Поэтому работников банков, абсолютно всех, кто работает в банке, перед тем, как их принять на работу, они проходят обучение. Ни в коем случае не оказывают никакое сопротивление грабителям и всем тем людям, которые зашли в банк с целью ограбить банк и угрожают холодным оружием. И даже если они не угрожают, там, в масках, они не в масках, зашел человек, у которого есть намерение ограбить банк, сотрудники банка не имеют права, они подписывают контракт, что они не будут оказывать никакого сопротивления. Почему? Да потому что ограбление банков – это не такое частое мероприятие. И все банки застрахованы. Даже если происходит ограбление, банкам возвращают, страховые компании возвращают банкам эту сумму, которую потерял этот банк. Так что молодой человек, который оказался в заложниках, я понимаю, что он, наверное, не знает этот закон, эти правила. Но еще что меня удивило, показывают людей, которые выбежали на улицу, которые проживают в здании, в котором находится Альфа-банк. И из интервью одной молодой девушки, которая с таким удовольствием рассказывала, как люди выбегали из дома, некоторые люди выбегали со своим телевизором, и все в студии смеялись над этим. Ну, послушайте, почему вообще, на каком основании банк находится в жилом здании, на первом этаже жилого здания? Почему банки подвергают риску жителей этого данного дома, этого здания? Не важно, может быть, там жилые помещения, квартиры находятся выше этажами, или там находятся какие-то другие бизнесы, может быть. Но в любом случае там находятся люди, которые никакого отношения к этому банку не имеют, и которые на самом деле в любое время могут подвергнуться риску, и может произойти взрыв или что-то еще. Банк есть банк. Ну, в Америке я не видела, не видела ни одного банка, который находится на первом этаже жилого помещения, жилого здания. Здесь нету такого, потому что банки понимают, значит, владельцы банков, владельцы компаний, которым принадлежат банки, они прекрасно понимают, что это большой риск. Поэтому все банки, они находятся в отдельно выстроенном одноэтажном здании. Если это несколько этажей, то тогда, значит, банк, который находится на первом этаже, это значит, что дальше, выше на этажах находится та же самая компания, например, Wells Fargo Bank, или US Bank, или Chase Bank. Если это несколько этажей здания, на первом этаже находится банк, то выше это просто компания, которая принадлежит, который принадлежит этот банк, например, компании Chase или компании US Bank, а на первом этаже находится, естественно, тогда их банк, отделение банка, так называемый бранч, или, извиняюсь, или, если это иногда бывают бранчи банков, они находятся при магазинах, обычно это большие продуктовые магазины, огромные, такие как Walmart, такие как Safeway в Америке, или, ну, в общем, большие продуктовые магазины. Там просто находится такая небольшая комнатка, открытая, значит, с выходом в магазин, и стоят несколько стульев для посетителей этого банка. То есть, в любом случае, там, по идее, не может произойти никакого ограбления, потому что это открытая огромная территория, и никак никто туда не может пройти и пронести какую-то взрывчатку, потому что, ну, это, ну, просто невозможно, потому что это большое, огромное помещение, здесь все друг друга видят, здесь все туда-сюда ходят. Это невозможно закрыть дверь, перекрыть дверь, как в изолированном помещении банка, если это не находится внутри магазина. То есть, там невозможно закрыть дверь, там невозможно, чтобы что-то произошло, что-то случилось. Ну так, послушайте, я когда приезжаю в Россию, мне всегда бросаются в глаза, Сбербанки в основном, все отделения Сбербанков находятся в здании, в жилом здании, на первом этаже. Да, они могут выделить, сделать выступ вперед немножко от основной стены дома, но все равно в глубине находится холл этого банка и находятся сзади комнаты, где хранятся деньги, где хранятся документы, где в конце концов работают люди. Не только та передняя часть, где Тейлоры работают, то есть работники банка, которые выдают деньги, которые принимают деньги, но вглубь, под зданием, все равно находится помещение этого банка. На каком основании банкиры, так называемые наши новые, которые стремятся подражать Западу, просто, значит, это очень дешево выкупают первые этажи жилых зданий, немножко выдвигают эти постройки, пристраивают немножко впереди. И никакой ответственности перед людьми не несут практически, то есть подвергают огромному риску, риску, связанному с жизнью. Я вообще не понимаю, как такое может быть. Опять же, я, когда приезжаю в Россию, то в основном все отделения Сбербанков находятся на первом этаже жилого здания. В первую очередь, что российское телевидение, российские телеканалы, которые приглашают так называемых героев на свои передачи и зарабатывают деньги, где все эти эксперты, которые приходят, которые обсуждают, которые юристы, которые говорят, герой этот молодой человек, который там остался один на один с захватчиком или не герой, никто, никто не сказал, что в основе, в основе этого Альфа-банка в данном конкретном случае, что он не на законном основании, не знаю, может в России такие законы, что можно банки иметь на первых этажах жилых зданий. Ну, никто не сказал, что нельзя, нельзя этого делать. Ну, если мы ничего не можем в России придумать своего, никакой какой-то системы, денежной, неденежной, ну, в принципе, если мы ничего не можем своего придумать, а только копируем то, что происходит на Западе, ну, так в первую очередь надо позаботиться о безопасности людей, а не о наживе. Вот. И я вспоминаю, возвращаясь к тому, что банки застрахованы, что не нужно проявлять героизм, если ты работаешь в банке, что нужно подчиниться грабителю или тому, кто пришел и что-то требует, нужно подчиниться и ждать, когда полиция, когда силовые структуры придут и произведут захват террориста. У меня дочка, когда она училась в университете, она уже заканчивала свой мастерат, она работала в банке, и она рассказывала вот непосредственно, какой случай произошел в ее присутствии, когда в банк зашел грабитель. Грабитель был без маски, но он был в капюшоне, но у грабителя был пистолет, и он этим пистолетом угрожал Тейлорам, которые стояли, извиняюсь, которые стояли, значит, впереди, принимали от людей деньги или там выдавали им деньги, и дочка моя там стояла. И рядом с ней работала молодая девушка, которая была иммигранткой, она приехала, ну, не вот только что приехала, а приехала несколько лет назад по визе беженцев из Корейши, Корейши, то есть бывшая Югославия, там, где была война, она застала, значит, эту войну, когда она была подростком, естественно, она видела смерти, она видела, значит, оружие, которым... Ну, не буду я говорить, что она видела, я не знаю, но там была война, значит, она видела и оружие, она видела и смерти, и то есть эта молодая девушка прошла, у неё очень нехороший опыт случился, когда она была молодая. Вот когда они всей семьёй, как беженцы, приехали в Америку, то она ходила в американскую школу, затем она тоже поступила в университет, и так же, как и моя дочка, она работала, подрабатывала в банке, как Тейлор, ну, то есть она выдавала и принимала деньги. Вот, так вот, когда этот грабитель с оружием в руках стал им угрожать и говорить, что там какие-то выдвигать свои требования, давайте деньги или что-то ещё, я, честно говоря, не помню всех подробностей, но то, что эта девушка, молодая девушка из Югославии сделала, она проявила героизм, она стала кричать на грабителя и говорить, что она таких, как он, видела, перевидела, и она уже никого не боится, и его она не боится, и давай отсюда убирайся со своим оружием. И, в общем, она его, короче говоря, перепугала, и этот грабитель со своим пистолетом, со своим, не знаю, что у него там было, какой марки у него было оружие, но он убежал, сбежал, потому что девушка, значит, ему на самом деле стала угрожать, и даже стала к нему приближаться, то есть на встречу стала ему выходить, и он убежал, испугался. Но что вы думаете, эту девушку уволили? Значит, руководство банка собрало всех работников, кто тогда был в банке, по-моему, не кто тогда, а всех работников собрало, и сказала, что эта девушка, ее вообще-то можно, значит, привлечь к уголовной ответственности, потому что она подвергла риску всех сотрудников банка, которые находились в банке, потому что кто его знает, что у грабителя на уме, у него есть оружие, и он может начать стрелять, он может поубивать всех, кто находился в банке, и сотрудников, и посетителей, то есть эту девушку уволили, ее, конечно, не судили, как говорится, слава богу, но ее уволили, моментально уволили, и это был такой большой шум, нашумевшая история, что другие банки, не только вот этот, я не буду говорить название этого банка, но и другие банки, то есть другие названия банков, другие компании, они, значит, как наглядное пособие, провели тоже инструкции, новые инструкции среди своих сотрудников, и я вам говорю, что это было нашумевшее дело, а здесь остается в заложниках какой-то молодой человек, который снимает тайну, значит, преступника на видеокамеру, этот преступник общается на своем телефоне с кем-то еще, постоянно ему кто-то звонит, он в любой момент мог узнать, что идет съемка, что за ним наблюдают, и что могло бы произойти, но хорошо, что это девушка, которая могла уйти через задний ход, значит, сотрудница банка, хорошо, что она сумела уйти, ну, а если бы она не ушла, если бы она там находилась, да все, что угодно могло бы произойти, то есть я считаю, что передача, на которую позвали молодого человека, который снимал на камеру преступника в этом банке, это должна была быть поучительная, прежде всего, передача, а не охи и ахи, то есть на всю Россию нужно было заявить, что этого делать нельзя, конкретно, да, там какие-то слова раздавались, значит, в студии, что он там подвергался риску, сам подвергался риску, там он помещение этого банка подвергал риску, что если бы на самом деле там была взрывчатка, то преступник мог, значит, здоровать здание, но эту передачу не сделали, опять же, как наглядное пособие для того, что нельзя по инструкциям, что можно делать, что нельзя, но если в самом начале, в основе своей расположение банка, это вообще не то, что неправильно, это категорически преступное, халатное отношение разместить банк в жилом здании, ни один банк не может быть расположен в зданиях, где находятся другие компании, или люди, которые живут выше, ни в коем случае, то есть надо было объяснить, как себя вести, почему не нужно оказывать сопротивление, но никто не хочет говорить, почему не надо оказывать сопротивление, да потому что опять, банки застрахованы, банки никогда не пострадают, банки всегда возьмут свое, не просто вернут, а еще с лихвой могут вернуть, за моральный ущерб, за что-то, что-то еще, банки есть банки, это основа движения денег, это основа денежной политики, все всем руководит, значит, банковская система, к сожалению, и чего проявлять героизм, и к чему, значит, какое-то сопротивление оказывать, то есть передачи, я повторяюсь, но передачи на российском телевидении должны были научить людей, потому что миллионы людей смотрят, посмотрели эту передачу, но к чему они пришли, вот какой вывод от того, что, значит, сделали такое интервью, сделали такое шоу, какой вывод, чему люди должны были научиться, чему эта передача, ведущий, и все те, кто присутствовали, юристы в том числе, чему они научили людей, чего остерегаться, как вести себя, то есть никаких выводов не было сделано, поэтому я считаю, что, не считаю, а просто хотела поделиться, что я была в первую очередь шокирована тем, что произошло и шокирована тем, что происходит, я так думаю, что будет происходить, как банки находились в зданиях, где живут люди, так они и будут находиться, никто не будет строить отдельно стоящие здания, маленькие, ведь это на самом деле не очень сильно затратное дело, банк занимает совершенно небольшое пространство, но это то же самое, как, будем говорить, маленький магазинчик продуктовый или промышленных товаров, маленький магазинчик, но это отдельно стоящее здание, в котором находится банк, и происходит просто зарабатывание денег на незнание людей, вот и все, что я хочу сказать, «Печально». Ну, на этом я хочу сказать, завершить свое видео, и опять, извините, если это получилось негативное, печальное, депрессивное или что-то, но я считаю своим долгом донести хотя бы до тех, ну пусть даже несколько человек, которые смотрят мой видеоканал, хотя бы донести на самом деле, причины, как должны вообще себя вести люди, которые, не дай бог, если они пришли в банк, и при них происходит какой-то захват, чтобы они знали, чтобы они были готовы, чтобы они не переживали за то, что происходит в банке, а в первую очередь переживали за свою жизнь, за сохранение своей жизни в первую очередь. Но, к сожалению, мы сталкиваемся и очень часто в своей жизни, особенно вот в России, сталкиваются люди по своему незнанию, по своей неподготовленности, в силу того, что до сих пор они не могут перестроиться от того, что происходит в стране, до сих пор они не могут понять некоторые, что нельзя положиться ни на кого, что никто не придет, никто тебя не защитит, что ты сам должен, опять же, отвечать за сохранение своей жизни, отвечать за жизнь своих детей, за здоровье и жизнь своих родителей, своих родных. То есть позаботиться каждый должен о себе сам в первую очередь. До новых встреч! Всего вам самого хорошего! Больше вам солнечных дней! Скорейшего выхода всех нас из карантина, из этой пандемии! И да здравствует свобода, да здравствует жизнь, да здравствует наше солнце! До новых встреч! До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok